привет дорогие друзья и подписчики зоотроп снова с вами и сегодня мы прогуляемся по берегу моря с 16 до 13 фонтана и покажем вам некоторые новострои вчера пришло известие о том что на 13 фонтана очередная площадка которая была вдоль моря которому показывать что она была стоянкой была просто скажем так огорожена сеткой ее перекрыли стоянку убрали и теперь там будет новострой очередная бетонная коробка как вот это который нас на 16 станции будет еще одна на 13 за когда люди вот строили вот эти все домики дачки они видели море сейчас они видят вот это вот бетонная дорога и так давайте продолжим путь отсюда с байдар очного переулка мы спустимся на золотой берег и так и пойдем по берегу показывая вам локально кусочками и поднимемся на 13 фонтана покажем что там происходит на момент со стройкой и так с вас подпиской лайк за троп работает для вас погнали и вот спускаясь по этому самому переулку у нас впереди все ближе и ближе становится это бетонная коробка но с одной стороны может конечно это лучше чем вот такие вот заброшенные места как вот здесь где мусорник свалка и живут бомжи бывшие пансионаты если не ошибаюсь такому назывался не якорь это был на 16 там дальше вот честно даже не помню как назывался кто помнит подскажите как назывался от пансионат он вот здесь так вот заброшены ветками по самое не хочу просто-напросто все разрушено все заражено вот его территория вот такая вот конечно лучше тогда бетонные такие вот коробки дома чем такой гадюшник но хотелось бы чтобы действительно вся все побережье было культурено правильно как цивилизованных странах красиво аккуратно с правильными подходами к морю для людей а не просто только для жителей этих самых бетонных коробок которые как вы помните стоят на говноречках ну идем теперь вперед ура тут наконец-то сделали все таки или делают реконструкцию этой насосной станции видите все металлические задвижки трубы выкинули и все проходит в пластике вон уже пластик лежит там где были те провалы порывы вырезали все трубы вот они валяются порванные и сделаны как я рассказал пластиковая это конечно положительно после тебе все эти трубы которые каждый год текли прорывали и здесь был поток говно теперь здесь таки будет пластик ну будем надеяться что эта проблема отсюда уйдет и действительно в море не будет ничего течь с этой насосная все будет уходить как положено очистные сооружения очень хочется в это верить все таки эти работы ведут своего логического финального конца приятно и так вот мы уже почти на золотом берегу точнее уже улица золотой берег но пляж золотой берег чуть чуть дальше неприятная такая картина будет смотреть нам в сторону моря много раз уже показывали нам покажем еще раз кто помнит когда-то здесь была баня когда-то здесь был ресторан золотой берег внизу ну и вон уже та самая наша любимая морь к вы знаете для выходного дня кстати сейчас обеденное время людей не так много да на пляже уже есть немножко отдыхающих но на набережной людей не так много я честно ожидал здесь будет людей гораздо больше здесь будет аншлаг ну пляж уже выглядит вот так купающихся мало отдыхающих много а тут уже любимые красивые тюльпанчики золотого берега мало их конечно в этом году но красота остается с этой стороны чуть чуть больше греки красивые ведь мы ездим по берегам куяльника и везде ищем тюльпаны на самом деле тюльпаны на золотом берегу на баска приходить снимать но желтых таких диких занесенных красных книг у конечно нет есть и от красивые белые какая прелесть в этой самой дальней клумбе самые такие яркие красивые тюльпанчики на эти колерованные а еще тут шашлычная запах рашлыка и это конечно рядом с морем просто знаете сводит сумма говорится и вкусно и хочется купаться и хочется сразу всего дорогие друзья для вас наше любимое море вот как раз та самая лесенка которая обломилась которые все постили после прошлого форма показывали видите затянули лентами чтобы не было спуска и все ну дай бог лету конечно восстановят сделают и какая прозрачная красивая вода камни поросшие мхом супер сегодня штиль очень красиво на море хорошо так друзья море всем он передает привет чем не нравится этот пляж здесь здесь очень-очень мелкий песок вы знаете как в турецких кофеварках посмотрите кто знает тот поймет такой вот меленький-меленький красотища и так идем к воде насладимся и вам покажем эту красоту эту прелесть сегодня вы знаете я вам только что не зря показал от мелкий песочек и как он красиво течет скажем так сквозь руки знаете почему ведь весь этот песочек здесь 15-16 станция намытый был если не ошибаюсь то был 2000 наверное 7 или 8 год может меня поправьте когда было намытие пляжей здесь шло и очень много песка было нам это именно сюда на пляж но вы если мы посмотрим сейчас на все эти пляжи вот так ты мы увидим что вода вот сейчас береговая зона как раз вровень с тем дом который сейчас строят коробку то есть весь пляж прямо скажем без песка там песка очень мало здесь вот в этом месте возле пирса да он немножко есть ну а дальше его кусками нет как и следующий мы сейчас подойдем к пирсу и покажем следующий пляж там тоже песка нет поэтому море песок все равно съедает кто-то в нашем прошлом видео да мы мочили ножки в воде говорил что вода некрасивого цвета смотрите вода прозрачная видно каждый камушек светлая хорошая да вода бренда меняет цвет вот скажем так темно такой бирюзовой до светло-желтой зависимости от того чуть больше глины намыла штормами успокоилась море или нет вот течение но вода сейчас реально красивая прозрачная чистая так мы идем на вот этот вот пирс и здесь у нас тоже один из глубоко оконных точнее один из выводов грунтовых вод из-под земли кстати вот смотрите тема такая видите тут растут мидии все знают конечно пирсах вот здесь их рвали и вот таким вот образом высыпали в конечном итоге вот видите видно что их перебирали и вот высыпана одна куча вот вторая куча прямо на ракушке внизу в море перебранные мидии кстати что вы знали сейчас работает инспекция здесь на пляжах и регулярно те кто драгой я думаю что все наши рыбаки и те кто себе мидию рвет знаешь такое драга рвут мидию то их очень сильно штрафуют а тут вот идет тот самый вывод воды из-под склона помните мы показывали вон он там и обычно сюда не попадаем мы обычно приходим вот так вот сверху по той дорожке и вот там вам показывали его вот туалета вот с выпуск из-под земли а вот та самая водичка видите голуби в ней как раз пьют и купаются который уходит в море вот так она поросшая водорослями идет самый конец этого пирса самое главное что пирс тоже постепенно разлазится смотрите вот тут он идет и она выходила дальше самый конец а сейчас она уже постепенно через эти щели уходит вот здесь о чем это говорит что зимой вот эта вода это же вода у нас пресная она подмерзает и вот тут зимой она замерзли и просто напросто вот эти вот очередные блоки оторвет видите как его отодвинула уже вот видно по створу и он постепенно будет откалываться отказываться разрушаться как он здесь разрушается ведь вот где вода проходила он разрушается и по конечном итоге он выпадет такие руйнации разрушения проходят везде с бетоном бетон нужно восстанавливать к сожалению обслуживания бетона нет я показываю как хорошее так и плохое не говорите что за троп показывает только плохое и так смотрите специально для чего я вышел на этот пирс я надеюсь меня в этом ветер будет слышно хорошо я сами хочу вам показать тринадцатую станцию вот те застройки вот те дома что там уже по настрою понастраивали там вот есть одна стройка где вот стоит кран вот сейчас вот так она учита ближе подаем когда который был наложен все время арест не знаю сейчас ее сняли арест не сняли но тем не менее на заморожено и рядом вот как раз дальше следующая та стройка по которую мы вам говорили начале ролика а если посмотреть вот от этих зданий ближе сюда вот к этому склону к 16 станции то там еще есть одна огороженная территория про которую тоже все молчат о том что там тоже скоро вырастут высотные дома идем смотреть туда ближе зоотроп работает для вас мы показываем все честно как она есть на самом деле вот кстати то что я обещал показать берег смотрите вот эта часть между этим волнорезом и вот тем спуском спуска уже нет и аж вот туда видите полностью весь песок смыло пляжа не где здесь нет в этой части вот кстати эти вот это вот грязь здесь застаивание воды пресные да пресная вода с водорослями происходит из-за того что вот здесь вот всего лишь произошла разгарметизация вот этой трубы не надо было всего лишь прийти и сделать вот эту трещину чтобы она дальше вытекала в море но вот здесь она течет уже но года два с половиной так точно только то что я вижу и никому никакого дела нет интересно увидят когда-нибудь кто-нибудь все такие из руководства пляжей и обслуживающих организаций что здесь нужно провести данные работы или пульс так дальше и течет и размывает том числе пляж на эти здесь пляжа вот то что я говорил уже нет и того спуска тоже нет морька морька она берет свое ну иди как здесь красиво видно прозрачность воды все эти камушки росшие мхом зелень такая вот красота до моря конечно в любую погоду в любое время года это красота друзья мы показываем не только плохое но и хорошее а самое главное хорошее это море и конечно мы показываем его для вас вот как раз тот самый спуск про который я говорил издалека что он видите плиты упали я веду марш и спу для спуска бетонные и весь металл тоже сгнил вот еще было в прошлом году но так никто его не восстанавливал ну в принципе сейчас когда тем более тут пляжа уже нет вот эта лестница уже как бы тоже и не нужно принципе море постепенно съедает сушу вдумайтесь только 14 апреля 2024 года люди на море загорают купаются отдыхают даже не мая апреля вот так вот в 10 начался сезон в этом году внезапно с начала апреля друзья тут вот наши подписчики которые нас регулярно смотрят тоже нам помахали привет очень приятно спасибо большое и так мы двигаемся дальше по склонам показывать вам ситуацию со стройками и вот мы поднялись на верхнюю часть пляжа набережной смотрите вон то сердце видите пирс там где сердца на сердце написано на всех языках люблю мы вам показывали а вот так здесь дальше происходит захват земли но это довольно таки давно произошло уже она стоит уже несколько лет в таком виде но тем не менее звучит как береговое крепление на самом деле естественно вы понимаете что это будут просто напросто точно также построены здесь дома с видом на море при этом дома скорее всего будут высокие так как вот там дальше и закроют мало то что они закроют всем вот этим домам вид так они еще и создадут нагрузку на и без того оползневые склоны естественно же все это делается под эгидой типа берега укрепления смотрите ливневка при этом проходила по территории вот она вся забита видно так насколько мы сможем сейчас подойти подойдем покажем туда на территории мы залазь на не будем там пока и нечего показывать но уверен что здесь тоже скоро возобновится стройка теперь мы идем дальше вон кем дома вы видите вон дома которые мы показывали ближе там 12 13 станция по побережью они уже полностью плотно застроили побережье а когда-то здесь было вот так было сделано ополаживание склона были высажены деревья кстати как было бы красиво если вот весь этот склон засадить ранними весенними цветами засадить деревьями сделать сосновник из меня с маленькими полянками может быть надо было террасирование где-то опять-таки вплоть до того что сделать беседки для отдыха людей и вот меня немножко прервали я продолжу с этого же места и вот представьте себе как было бы хорошо чтобы был здесь сосновник были высажены первоцветы сделаны полянки сделаны беседки и люди отдыхали не на земле а могли на этих склонах культурные люди не оставляющие мусора не гадящие не делающие костры просто сделать именно такие локальные места чтобы люди могли приходить просто выйти из города и прийти отдохнуть пускай эта беседка стоит 50 гривен в день я уверен люди бы ее даже 100 гривен люди бы за нее платили бы если бы это все было цивилизованно сделано не ресторан бар а именно вот просто беседки как сделаны вы знаете во многих городах украины особенно когда ты лес проезжаешь в лесах есть такие вот места ты можешь остановиться спали с пикником скажем так какая кошечка здесь боец такой явно кот явно котяра это котяра можно остановиться на пикнике отдохнуть покушать как говорится мясо мангалы стоят все это есть и людям это нравится люди это ценят вот так бы их очень хотелось они вот такие вот заборы застройки и не оставшегося побережья и вот двигаясь дальше вдоль всего этого забора видел очень большой кусок отхвачен скажем так ведь называется все это именно как подпорная берегу крепительная стена хочу оставить это в нашей памяти именно вот этот стенд это что это была подпорная стена я уверен что через какое-то количество лет мы увидим как здесь вырастут дома и наш ролик будет для вас в памяти истории как было здесь на 2024 год ну а теперь идем дальше ищем то место которое на стоянке огородили свежим забором где будут уже строить новый дом интересно вывесили там стенд что буду строить или еще нет или просто загородили чтобы ориентировались те кто знают эту местность вот это ресторан рыба уже вот детская площадка его там спуск сразу возле него на тринадцатую станцию за рестораном рыба бывший санаторий черное море кто знает кто помнит какой он был и кто хочет посмотреть какой он сейчас посмотрите у нас есть подробный ролик на канале так и называется санаторий черном море если вдруг вы не найдете пишите в комментариях мы скинем вам ссылочку я думаю будет интересно прогулялись подробно по всему санаторию показали в каком виде он на сегодняшний день и вот мы же подходим к как раз к тем самым коттеджем тем самым домам которые здесь выросли типа как бы хорошо законно и так далее но опять таки каждому судить говорится по себе смотрите когда они еще вот такие вот может быть двух трехэтажные ну еще бы куда не шло и в принципе если здесь сделать красивую вдоль них набережную высадить опять-таки обязать этих жильцов раз они здесь живут сделать вот здесь все красиво облагородить что был свет хотя фонари вот видите есть были высажены растения были сделаны склоны как с этой стороны так и с той стороны просто забором закрыть и все чтобы это было все сделано это было бы красиво и хорошо но дальше идут уже высотные дома которые действительно несут проблему я рассказал для оползневых склонов мы вам показывали как-то в ролике 13 фонтана с той стороны мы проходили именно по оползневым склонам и показывали что склон таки ползет вот смотрим следующий дом уже вот такой вот на склоне мы вам показывали его сверху вот оттуда а теперь мы покажем здесь даже придомовую территорию нормально сделать не получилось и ухаживать за ней тоже не получается идем дальше и так заканчивается этот дом начинается следующий это у нас гефест калипсо раз вот его сейчас заканчивают как бы по фасаду типа симпатичный домик ведь он отодвинутый дальше уже от линии этих всех домов от красной линии вдоль берега один кстати так он подвинутый все остальные ближе ну посмотрим может они обычно гефест возле домов делает красивый парк красивую территорию может быть здесь тоже будет красиво если это будет красиво то в принципе почему бы и нет он отодвинутый под склон здесь он никому не мешает и в принципе как бы но неплохо скажем так не хочу говорить что хорошо и ему здесь место однозначно я считаю что побережье не место высотным домам это первоначально но в принципе из всех вот этих вот построек оно самое такое пока адекватно смотрим следующий замороженный дом который вообще самый ближе находится к морю который как раз замороженный я вот вам говорил про кран вот тот самый кран который стоит здесь над этой стройкой так вот это выглядит вот такая вот здесь картина он должен был бы тоже высокий большой но ведь и лишь за счет того что суд заморозил строительство то вот он остановился на уровне третьего этажа дальше дом тоже построенный то есть принципе вся набережная вот здесь 13 12 13 фонтана застроена такими домами друзья пишите ваше мнение давайте только без ругани без матов без оскорблений друг друга по делу чисто плохо хорошо как вы это видите потому что если будут с оскорблением с матами со всем остальным комментарий во первых не пропускают youtube второе буду банить я сразу предупреждаю для того чтобы не было никаких вопросов почему мой комментарий был удален или почему меня удалили с канала давайте будем друг друга уважать здесь есть такой вот маленький домик мы что-то помним кто-то меня когда-то здесь жил честно я не знаю что в нем было но даже по окнам по всему видно что он там наверно 50-х а может быть даже раньше годов вот тут тоже такая вот стояночка а может как раз про эту стояночку речь и шла давайте посмотрим про нее это или нет но по крайней мере здесь машин нет обычно здесь машины и здесь обычно как раз находится очень много людей да это про эту территорию вот то есть эта территория явно под новую постройку кто знает кто помнит вот здесь была стоянка для машин вот был заезд вот появились новые ворота их перекрыли все что будет как будет пока неизвестно но территория вот так вот обособлена назовем это так то есть прямо в створ к этим зданием вот тут я уверен что вырастет еще одно хорошо это или плохо еще раз говорю давайте мы будем обсуждать писать в комментариях и конечно наслаждаться сегодняшней прогулкой друзья зоотроп и его команда работают для вас сегодня из нашей команды с нами наша виктория она сегодня многословно из нее иногда выдавить слова довольно таки выходит сложно но мы иногда стараемся как вы и просите да виктория да уловить слово дам мы с не выдавили из нее это уже хорошо итак двигаемся еще раз морю покажем вам красоты моря покажем вам вот эти вот дальше каменные джунгли и наверное будем на этом закругляться и дико красивое небо на камеру а какая красота эти дома кстати очень плотно судя по всему заселены сколько я знаю тот 1 2 здесь постоянно машины постоянно это движухи реально много людей в этих двух домах живет хотя я помню зимой когда мы ходили и смотрели в сильные ветра мне было интересно как все эти окна стекла дребезжат ветер шторма не очень приятная такая картина для жилья прямо скажем и на этом пляжики тоже людей достаточно много пляжи постепенно начинают разбирать разгарми разгортать делать новые какие-то настилы но я думаю что по пляжам мы пройдем или уже может проедем на велосипедах чтобы быстрее и дольше вам больше показать буквально ближайшие наверное может следующие выходные за еще больше потеплеет ближе к майским праздникам мы проедем покажем всю эту красоту тут тоже момент такой спорный вопрос найти сделали дом а вот тут сделали ближе к морю паркинг вот такой открытый потом паркинг все машины стоят тут 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 раз два три четыре пять шесть семь где-то штук наверное от 20-25 машин прибольше естественно машины прогреваются здесь и всем этим дышат люди которые гуляют здесь по трассе здоровья занимаются спортом тоже неправильно как по мне если вы делаете паркинг должен быть закрытым вентиляция вытягивать как минимум наверх здания но не вот так вот чтобы люди здесь дышали всей этой гадостью люди приходят подышать морским воздухом дорогие друзья извиняюсь вам покажу но я вам хочу показать общественный туалет многие из вас после нашего ролика про черноморск говорили что вот я пошел показывать туалет расскажем чуть ли не самый лучший в украине я вам сейчас покажу туалеты на 12 станции большого фонтана 12 13 они все одинаковые смотрите как вы думаете нормально должно быть так в курортном городе пройдя туалет и это здание дальше подходим к следующей локации которая точно также огорожена от застрой помните мы показываем эту вот будочку то кафешку и вот сейчас поднимемся сюда следующая . которая тоже будет закрыта и тоже будет здесь какое-нибудь здание типа оля дом вот такой вот десятиэтажный хоть и смотри вот здесь вот очень неплохо до засадили сосенками сделали вдоль проход сделали забор сделали вот этот проход в принципе вот так хорошо цивильно аккуратно но будет ли так везде неизвестно давайте мы покажем вам эту территорию чтобы тоже ее запомнили вот так она выглядит здесь а дальше вот там большая стоянка на которую мы часто заезжаем и показывали вам оттуда спуск к этой аллейке там дальше вот сейчас мы на эту же территорию зайдем с другой стороны деревянный этот домик и вот как раз та самая стоянка про которую я говорил что здесь очень большая территория идем посмотрим вот этот кусок который огорожен сто процентов ближайшую стройку ведь его обнесли и вот тут въезд а вот сама парковка я думаю что до нее тоже время дойдет причем скорее всего дойдет очень быстро вот такая вот картина ну друзья смотрите дом вот этот вот тоже 12 станции фазаны прямо здесь кричат 13 12 фонтана фазаны кричат дома вот здесь ходили спускались вам показывать у нас есть ролик подробные отсюда и аж в сторону аркадии поэтому как бы на этом будем наверное завершать с этой стороны сейчас мы спустимся к морю покажем вам еще раз наше любимое красивое море и будем на сегодня прощаться смотрите как красиво я люблю когда вот делают такие вот купольные конструкции спуске представьте себе вот ее взять запустить клематисами розами вот розами было бы красиво сделать такую вот арку спуск к морю на друзья я да я многие запишут любители прекрасного я хочу чтобы было красиво чисто хорошо точно же как вот эти все склоны я бы тоже засадил цветами покосить травку сделать альпийский лук что вы были первоцветы сначала и потом весь сезон тоже росли цветы а самое было бы красиво и интересно если бы еще здесь посадить сделать розы сделать такие розарии по всему побережью ведь не так много нужно на это денег но это нужно делать регулярно и за этим нужно смотреть вот этот пляж уже пытается тоже восстанавливать и делать новый помост к сезону но я сказал что в этом мы поговорим отдельно и покажем вам подробно так дорогие друзья с вас подпиской лайк за троп работает для вас мы погнали дальше спасибо что вы оставались с нами до самого последнего момента